Как же я стал данкой? Ну, данкой я стал таким образом, что, значит, я работал в театре большом, танцевал, нормально работал, все замечательно, вот, но случилась, случилась революция вот до 90-го года, и понятно, что начали уничтожать русскую культуру, все начали, наши заводы, самолеты, все начали под корень просто вырубать, и в том числе и, конечно же, и Большой театр. Он еще продержался лет пять, наверное, после этого, но потом тоже сняли Григоровича, поставили это в Васильева, разрушителя, который, ну, началось, что и во всей стране, и я понял, что, как бы, золотое время закончилось, надо как-то жить, выживать дальше, потому что уже работать там не было никакого смысла, да и театр закрывался уже на ремонт. А я параллельно писал, пел песню, мне очень нравились, поэтому серверного века я сочинял какие-то романсы, еще что-то, в удовольствие себе попивал. И ходил с этой кассеты, везде всем просто показывал, вот, смотрите, я певец сюда-сюда. И просто в одном месте меня не послали, и сказали, о, прикольный ты пацан, прикольный, может, что-то и получится из тебя, не знаю. Этот был человек, Леня Гудкин, это бас-гитарист в прошлом, группа «Автограф», вот, так удачно совпало, он как раз приехал из Лос-Анджелеса, и... Нужно было сделать какой-то проект, и я вот так вот ходил-ходил-ходил, везде меня посылали, 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 и тут вот меня не послали, и так удачно все получилось. А в детстве о чем мечтали? В детстве о чем я мечтал, я не помню, ну, обо всем, наверное, о чем мечтают дети. Велосипед мне хотелось, там, или за... Такие мечты были очень маленькие, глобальных вот таких пожеланий я не припомню, потому что как-то быстро все это произошло, меня уже отдали в академию, в балетную, это было в 10 лет. За меня решили все, по сути, родители. Ну, это нормально, как в 10 лет я могу что-то думать, у меня тоже дочь сейчас, я там, 10 лет, она совершенно, то есть, не понимает раскладов. Вот, понимаете, можно хотеть сейчас быть тем, кем ты никогда не станешь, ну, родители-то понимают, хочу быть волшебником, там, ну, да, Олег, это такой профессии пока у нас нет, у нас есть вот сейчас, в наше время, можно быть либо этим, либо этим, либо этим. То есть, ну, как бы участие родителей, оно, естественно, мне кажется, основное в таком возрасте. Может быть, позже, потом, вот я как бы выбрал профессию сам себе, когда поменял с артиста балета на певца эстрады. Вот это уже было мое решение. Спасибо. 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 Продолжение следует...